Снова мне в глаз светит 8 ламп, а это значит, что сегодня рубрика сделана на коленках. И сегодня мы с вами узнаем, какие книги меня вдохновили. На самом деле я взяла с полки в хаотичном порядке, так что это будет такой сюрприз и для меня. Пухляша, как всегда, готова сказать свое слово, она ждала свет, камера, мотор. И вот она здесь. Вы будете слышать ее мнение постоянно, ибо она часть искусства, транзакшн-арт. С вами Ленис Марагдова, и мы начинаем. И, кстати, не забываем ставить пальцы вверх, подписываться на мой канал, ставить комментарий. Если мы соберем этим летом тысячу подписчиков, то я, наконец, начну делать монтаж. Итак, книги, которые меня вдохновили в этом году, на самом деле они достаточно из разных сфер. Но как-то я слышала такую историю о том, что художник, он состоит не из одного искусства, а он состоит из огромного количества смешений науки, политики, современного общества, нанотехнологий. Интернет, кстати, сейчас очень сильно влияет. Потом из кино, из... То есть, вы понимаете, раньше художник — это был человек высокообразованный, и раньше художники, они занимались прежде всего новаторством. Их... Расскажу случай из такси. Кстати, я узнала за три тысячи, что такое деревня Боткино, и что там есть точно такой же адрес, как и у меня. И я не знаю, как это случилось. Я была крайне удивлена в пять утра, что я там делала. И так, таксист такой оказался моим односельчанином с одесскими корнями. И мы с ним разболтались, даже покушали, потому что мы все были в неведении, что мы делаем в деревне Боткино. Ухляша, что ты хочешь сказать? И он меня спросил, что такое «Чёрный квадрат» Малевича. Боже мой, меня в Екатеринбурге с этим вопросом просто нанимали все. Скажу сразу, коротко, чётко и понятно. Учитывая, что художники занимались новаторством, соответственно, «Чёрный квадрат» Малевича — это просто конец фигуратизму. Баста! То есть всё после «Чёрного квадрата» Малевича, типа, закончили фигуратизм, идём дальше. Итак, последняя книжка, которую я купила в этом году. Это называется «В Париже. 20 женщин о жизни в городе огней». Жанна Дамас. Что мне понравилось в этой книжке? Во-первых, я узнала очень классное радио. Там есть ещё платная и бесплатная подписка. Очень замечательно. Это книжка, история различных женщин, которые, ну, скажем так, внесли вклад в историю Парижа, его настоящесть, его такую, знаете, вот флёр, да, вот когда говорят «Франция», «Лямур», вот это сельское, сельпо, колхоз, да, но при этом такой вот, я не знаю, стиль, глянец, такой романтика, фэшн, при этом сохранение вот этого стиля Прованс. На самом деле Париж уже другой. Когда я была в нём последний раз, это было больше, к этому, мусульманская страна. Но книга не об этом. Если читать её именно к художнику, как энциклопедию, смотреть, что девочки говорят, и при этом заглядывать в справочники, а справочник у нас в Google никакой рекламы. Вы узнаете очень много интересного. Кстати, благодаря этой книге, помимо радио, я узнала о различных художницах, которые создают, кстати, изрельтянка, у неё папа, мама изрельтянка, а папа сириец. И она делает такую штуку, которая называется как музей, я не знаю, как это правильно, ну, типа, знаете, такого вульгарного искусства. Она говорит, я выросла, где моя мама ходила там с рекламной сумкой, да, такой пакетом, который выдают, не знаю, там, МВЭ или там ещё что-то такое. Вот, с таким рюкзачком, да, с этой надписью рекламной вместо сумки. Казалось бы, Париж. В общем, очень замечательная книжка. Я не хочу вдаваться в детали. Я думаю, что она вам понравится. Но стоит именно читать её как энциклопедию. Заглядывать в Инстаграм девчонок, заглядывать в те фразы и истории, которые они рассказывают, искать это всё в Гугле. И действительно, вы найдёте там очень много интересного. Это вас вдохновит. И, например, у меня уже появилась мода привозить домой цветы с полей, озёр и огородов. Не вот эти вот покупные цветы типа розы или там ещё что-то такое. Вообще, очень хорошо вписалась в мой интерьер. То есть, вы также немножко прикоснётесь к этому стилю, почему ребята любят вот эти вот разрушенные архитектурные здания. Но если это такая книга, казалось бы, она очень поверхностная, но вопрос, как её читать. То есть, помимо каких-то фишек современных, которых вы оттуда узнаете, там достаточно очень всё это скомпоновано, вы поймёте, как девчонки, французские блогеры, в том числе художницы, ведут Инстаграм. Он у них очень стильный. Я даже вдохновилась там многим. Узнаете какие-то их изобретения. Узнаете вот об этом радио. Девочка, которая со всего мира, ей каждый день присылают различную музыку. Там абсолютно милая такая картинка, где играет год. То есть, у неё, по-моему, с 1920 года до сегодняшнего времени. И когда играет какая-то мелодия, то есть, показывается мелодия, страна, там такая красивая карта. В общем, я в восторге от этой книги. Хотя она внешне, кажется, очень неповеренность, на что можно рассказать про 20 женщин огромным шрифтом с... Вот видите, где картинки вот эти вот. И по большому счёту на каждую девочку идёт по 20... Почему 20? По 2-3 страницы с крупным шрифтом. Но мне она очень понравилась. Она меня вдохновила. Рекомендую. Лёгкое чтиво, ну, достаточно познавательное. Абра-кадабра, берём следующую книжку. О, замечательная книжка «Птица за птицей». Боже мой, как я в восторге от неё. Ну, у нас зеркальная камера, да, поэтому я без монтажа. Всё как на духу. Что здесь такое замечательное? На самом деле, у меня был такой немножко кризис. С зимней я не могла работать. И где-то я подсмотрела эту книгу. Вообще мелкий шрифт. Всё, как мы любим. Ни одной картинки. То есть эта книжка заполнена только текстом. Во-первых, это слог автора. Шикарный переводчик. Девочка-американка. Я, кстати, даже посмотрела, что со вторым своим мужем, ну, и второй, и третий там. Ну, в общем, с последним своим мужем. Она познакомилась на сайте знакомств, который называется «Молодёжь 50 плюс». Так что, девочки, это американский сайт. У всех есть шанс, даже если вам немножко за 30. Помимо шикарного слога, шикарного написания, шикарного сюжета. Хотя, казалось бы, она просто описывает свою жизнь. Но что я здесь подчеркну. Не буду спойлить. То есть это такой немножко краткий обзор экспериментальный. Во-первых, она пишет о чём? Что если вы писатель, она именно про писательство. Но это, в принципе, подходит к любой творческой деятельности. Вы встаёте с утра и начинаете работать. Даже если вы делаете какую-то херню. Даже если у вас миллион голос в вашей голове. Там, родственники, прошлое, компот, там ещё какая-то хрень. Вы говорите всем «Заткнитесь, я начинаю работать». И главное писать, 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 писать. Иногда делайте карточки, делайте там. Просто пишите, даже если вы это всё выкинете. Потом задача человека творческой профессии прежде всего работать каждый день. И этот навык мне подсказал ещё где-то года два назад один знакомый, который каждый день делает какой-то креатив для соцсетей. Я говорю, ну что, как тебе это удаётся каждый день? Он говорит, а я просто привык. Я каждый день что-то делаю. Это уже просто происходит чисто автоматически. И действительно, креатив – это не какая-то там дёрганье музы. Это просто обычная монотомная работа. Здесь она также рассказывает о том, как она преподаёт на курсах для молодых писателей, и с чем они сталкиваются. И о том, что такое творческий кризис. И о том, когда ты пишешь книгу, она у тебя не идёт. Ты едешь к редактору, там, ты мучаешься. Он мучается, всем мучается. И по большому счёту, вот тоже мне что-то здесь понравилось, такой факт интересный. Это профессиональные писатели. Они пишут и про зависть, и про чужой успех. Я возьму пухляшу на руки, потому что куда мы пошли? Господи. Иначе мы не замолчим. Вот этот наш великолепный кусок меха, который хочет сказать своё слово веское. И самое интересное, что она рассказывает о том, что она пишет книгу, пишут минимум год-три. Такую хорошую литературу, да, безусловно, там давят редакторы, что давай-давай, давай-давай, чтобы качественно. И она рассказывает и про свои истерики, и по поводу того, что иногда бывает вообще не идёт, вот прям ступор. И в этот момент она просто начинает ходить в театры, начинает читать книги различные, общаться с огромным количеством людей. И самое интересное, что там происходит очень много исследований. Она рассказывает, что когда она изучает какую-то тему, ну, например, у неё садовник есть в книге, она находит людей, которые специализируются на садоводстве, на ботанике, изучает вот изнутри, что там такое, чтобы книга была действительно правдивая. Она действительно даёт своим персонажам вот эту вот такую роль, как будто бы это, то есть не поверхностно, знаете, вот так вот, быстрее, 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 быстрее. А работа над книгой — это действительно год-три. Кстати, я тоже работаю над книгой уже год. Вот завтра Ирина приедет, мы с ней будем дальше шаманить. Она редактор, она подсказывает пробилы какие-то в текстах. Итак, следующая книжка, которую я купила в период тягостных раздумий, это называется «Как бы поступила к Леопатрям». Есть очень короткие истории про различных женщин из разных времён. Немножко картинка такая опознавательная, да, там год, имя её. На самом деле тоже пару страниц, то есть это скорее больше как энциклопедия. Ну, вот сколько тут, три страницы, всё, и мы закончили, да, как говорится. Даже две. Тут опять Ахматову. И о тех сложностях, которые сталкиваются женщины во все времена. И тоже эту книжку стоит читать именно как энциклопедию для вдохновения. Мне очень важно смотреть, искать материал именно про те факты, которые они упоминают, хотя они просто там вскользь об этом говорят, тоже очень-очень интересные. И здесь говорится, мне очень понравилась старая история по поводу... О, Господи, сейчас всё вылетело. Женщина-детектив Кюль Пуаро Агата Кристи. И мне очень понравилось, как она обыграла свою жизнь. То есть у неё муж загулял, там, в общем, она сбежала, исценировала свою смерть. И, собственно говоря, вот она написала книги, вернула и стала знаменитой. В общем, женщина, она с огоньком. И на самом деле все вот эти женщины, от Фриды Калоуды Анны Ахматовой, вот эта вся книжка, она про уклевых женщин. И действительно, сейчас женщинам очень важно быть такими, знаете, восьминогими, восьмирукими, богами, потому что от нас требуют намного больше, чем от мужчин. Нам нужно вести сельское хозяйство, рожать детей, ублажать мужа со всех его сторон, делать карьеру, хорошо выглядеть. И на самом деле вот эти все женщины, они достаточно дерзкие. И они жили в те времена, когда единственная задача женщин – это было рождение детей, вторые роли. И, понимаете, они всё равно не предали себя. И тут действительно есть истории из 15 века. И каждая глава, например, «Как вдохновить сестёр», называется, то есть «Каждая судьба женщин», «Как быть учёной». Это вообще около 3,7,0,4,15 нашей эры. Гепатия женщины, да, то есть у женщин, которые хотят добиться чего-то, их ничего не остановит. «Как дойти свой стиль», «Фрида Кава». В общем, вообще очень классная книга. Ответы на все женские вопросы. Замечательная книга, которая мне тоже очень понравилась. «Идеи, которые меняли графический дизайн». Она будет интересна не только дизайнерам, но и художникам. На самом деле тоже в период, когда у меня был кризис, я купила все вот эти книги. И, кстати, например, я сейчас открыла наобум картинку, вот эта стилистика сейчас активно используется итальянским влогом. Здесь тоже идёт такой, знаете, как справочник с отличной... Ну, полиграфия, я не могу сказать, что она прям вот идеальная, но хорошая полиграфия, красочная книга. То же самое. Вы можете смотреть, например, здесь есть и про орнамент, да, тоже. Чисто как энциклопедия, но вы охватываете, прибегаете по всем моментам, которые действительно были в 20 веке, в 21 веке. Это всё используется до сих пор. Эта книга также полезна для людей, которые задаются себе вопросом, что такое искусство, откуда оно взялось. Вырванные из контекста современное искусство, если вы не знаете всю эту предысторию, то, разумеется, будут задаваться вопросы про Малевич. Хотя, причём здесь Малевич, господи, это начало прошлого века. И здесь, кстати, есть и про Родченко упоминание. Посмотрите. И когда вы читаете эту книгу, вы обязательно смотрите, изучаете более глубоко, именно используете её как справочник, откуда стартовать. И в момент кризиса я просто открывала вот эту книгу с первой страницы, открывала свои дневники и начинала просто делать, допустим, по стилю Ностром за акшен арт. Например, шрифты, тексты. Вот она, текстовая форма. И поэтому Марина, она не новатор с вырезанием на своём теле и как-то его изображение. Вот, например, здесь есть вот наклейки вот такие тоже. Всё это взято. То есть просто вы переводите это всё на свой стиль, на свой авторский почерк. Вот это всё, говорю, что вроде бы про дизайн, но на самом деле очень много про искусство. И сейчас я хочу взять ещё одну книгу, которая мне тоже очень помогла выйти из кризиса. А у меня был кризис-то вообще триндец. Это книга Юлия Даниленко. То есть тут у нас в основном были западные авторы, то здесь у нас именно вот первый российский автор. Вот она на обложке. Предусловие Юлия Свияж. «Семь способов изменить личную социальную судьбу, жизнь по спирали». При что эта книжка? О том, что каждые семь лет у нас есть свои этапы взросления. Всё, знаете, как в школе, что вы должны в первом классе освоить грамоту и базовые навыки счёта. То же самое и в жизни. То есть, например, меня всегда удивляло, откуда все до 28 лет уже замужем или там развелись с детьми. На самом деле это тот возраст, когда вот до 28 лет ты посвящаешь жизни семье мужу, детям, рождению детей, воспитанию детей. Дальше ты уже занимаешься реализацией собственной жизни. И что каждая жизнь на самом деле это этапы. И вот этот вот момент, то, что мы говорили раньше про инфантилизм, да, теряйте инфантилизм, помните это видео? Оно как раз, если вы не проходите эти этапы, если вы их не закрываете, вот он, этот инфантилизм, вечное детство, на самом деле оно нифига не на пользу. Я тут немножко страдала из-за личной жизни, но у меня произошло гениальное открытие по поводу того, что я всю жизнь выбираю мужчин инфантильных, которые вроде бы экономически свободны и которые даже что-то там имеют, но на самом деле я рядом с ними становлюсь такой, знаете, альфа-самкой, которая имеет на руках, я не знаю, там, мужчину инвалида, ну, потому что если мужчина не в состоянии сам наладить свою жизнь, и ты уже начинаешь этим активно заниматься, ну, кто это, да, ну, инфантилизм. Вот эта книжка, очень меня, конечно, промыло мозги, я внимательно читала, очень-очень чётко, что каждый человек, как бы в каждом классе своей жизни, там, в семь лет у тебя отведено, и вот здесь вот как раз и меряется вот этот критерий, то в семь лет ты должна закрыть вот эти вопросы, потом следующие, потом следующие. Если ты не закрываешь, ну, надо всё-всё делать. И на самом деле нет никакой хаоса и анархии, что типа из серии успеть за 50 секунд всё, сейчас поколение ребят и молодых художников, которые до 25 лет, они уже олигархи, да, то есть они уже состоялись, они уже финансово свободны, они, Господи, я так восхищаюсь ребятами, я когда узнаю сколько им лет, там, вот мне исполнилось только что 30, блин, у этих людей уже бизнес, уже хорошая репутация, они очень активны, у них есть дети, у них есть недвижимость, всё это они заработали себе сами, сейчас действительно время бежит очень быстро, и вот это поколение, которому сейчас ещё нет 30, оно достигает всё намного быстрее, чем поколение 30-40-летних, они живут намного интереснее, я сильно восхищаюсь, ещё одна книга, которая мне понравилась, «Думай, как шпион», о чём она здесь, вот это всё у нас забито одной мыслью, о том, что человек, который работает шпионом, он должен просчитывать все ситуации наперёд, и там история начинается с того, что он едет на секретное задание, у него есть телефон, который представляет особую ценность, да, сейчас важно не сам телефон, как типа лейбл, а именно та информация, в которой в ней заключено от номеров до банковской карты, до там каких-то личных персональных данных и всего прочего, то есть когда ты теряешь, ты теряешь именно вот этот весь материал, и здесь там у него была ситуация, он едет в вагоне метро, заходит такой маргинальный человек, и он понимает, что сейчас будет драка, он как раз должен ехать вовремя, и он понимает, что у него будет забирать телефон или технику, там, ещё что-то такое, и вот он стоит и просчитывает, самое главное это телефон, самое главное не создать вот эту конфликтную ситуацию и максимально её избежает, то есть он начинает вот эти всем многоходовочки выстраивать в голове, на самом деле это очень сильно полезно, вот это стратегическое мышление, то есть когда ты делаешь какое-то действие, ты всегда должна понимать, еврейская мудрость, ничего нового, ты должна всегда понимать, а что будет после этого дальше, тоже в своё время мне попался очень мудрый человек, он тоже молодой парень, из нижнего Тагила, если ты мне смотришь, Ваня, привет, он мне тогда сказал, что понимаешь, чем делать, когда ты приходишь к человеку, но он работал в политике, сейчас не знаю его судьбу, мы как-то потерялись, и он говорит, я прихожу к человеку, я уже знаю, что я хочу, если я хочу от него добиться конфликта, я еду с конфликтом, если я хочу добиться наоборот какого-то нейтралитета или какой-то дружеской ноты, я еду именно с этим, и соответственно абсолютно разное поведение, то есть прежде чем сказать слово какое-то кому-то, то есть ты сразу задаёшь себе вопрос, вот я сейчас, например, покажу там, не знаю, скажу, что человек козёл, да, придурок, вот, что будет, да, вот что я после этого получу, сказав вот эту фразу, там, что я думаю, господи, если бы я говорила всё, что я думаю, мне были бы не враги, а так я вроде как бы интеллигентная еврейская девушка, но, действительно, вот этот вопрос, вот я сейчас пойду на этот конфликт, я скажу, что я думаю, и что мне это в итоге даст, то есть вот прогнозирование всех ситуаций, на самом деле, очень подробно разбирает вот эта книга, и в том числе в какой-то личной коммуникации, потому что к своему возрасту я уже поняла, что в 90 случаев процентов нужно отойти в сторону, но иногда, конечно, стоит поставить кого-то на место, но, иногда, но тоже надо понимать, зачем ты это делаешь, с какой целью, но есть отличная функция блокировка номеров, блокировка, там, чтобы человек с тобой не мог дальше связаться, тоже замечательная книга, немножко занудная, немножко техническая, знаете, такой вот, я не знаю, как, типа, вот есть, как Икея, да, вот возьмите, там, зайдите в Икею, купите, вот эта инструкция по поводу всей карьеры художника, и на самом деле здесь, она занудная, тут есть вот прям таблицы, там, еще что-то такое, но стоит это перебороть, это называется, как стать успешным художником, автор Ахизер Дарси, вот, здесь как раз рассказывается о том, что арт-бизнес для художника, это не просто ты там сел и что-то написал, это огромная цепочка каких-то статистических моментов, это огромная цепочка даже архивов, потому что ты должна всегда знать, где твои работы, в каком они состоянии, менеджмент, перевозка картин, постарение с коммуникацией, тут есть на самом деле все, и про групповые выставки, и по поводу того, вот, например, я сейчас открыла, да, отказ, они-то, моя причина, а не вы, да, то есть, почему художникам отказываются, что каждому найдется свое время, некоммерческие организации, коллективные мероприятия, отзывы благодарности, фискальные спонсоры, то есть, это такой хороший справочник по поводу того, как строить свою карьеру, начиная тут от мастерской, группы художников, творческая креда, вырезки журналов, гранты, год, как это все заполнять, например, как выстраивать коммуникацию, то есть, абсолютно такая техническая, практическая книжка, читать занудно, абсолютно, но это того стоит, нужно себя, как говорится, заставлять. Следующая книжка замечательная, ну, видите, я, в основном у меня западные авторы в переводе, я очень рада, что они есть, значит, история на миллион долларов, мастер-класс для сценаристов, писателей и не только. на самом деле, про что эта книжка, господи, она еще стоила, 14-го года она, ух ты, уже тогда стоила 613 рублей, Роберт Макки, кому она будет интересна, она будет интересна любому человеку, во-первых, когда вы пишете историю, вы очень тщательно продумываете персонажа, ну вот, например, вы простой человек, который там вообще это искусство ну нахер никому не удалось, вы включили канал, чтобы посмотреть на меня, там, что девчонка вещает, что здесь можно подчеркнуть, это отличная книга по психотерапии, на самом деле, как это ни странно, во-первых, здесь прописываются типажи, например, человек, он состоит из мелочей, то есть, если когда вы начинаете собирать какие-то образы, то есть, что человек носит, что человек любит, какое его окружение, какой интерьер, какие у него привычки, на самом деле, просто читая вот эту книгу, если вы хотите изменить свою жизнь, вы понимаете, что вы состоите вот из тех самых мелочей, которые вы даже не фиксируете у себя в голове, но вот этот образ, он создает полностью вас, и достаточно даже иногда начать менять какие-то вроде бы незначительные детали в своей жизни, даже интерьера, я вообще люблю, чтобы вокруг меня все было красиво, но не гламур, но знаете, когда вот этот гламур, который ты сидишь, думаешь, ешкин кот, что ж у них такие сапоги у всех идеально чистые, у меня нифига не идеально, я всегда какая-то как ста свинья, всегда грязь на еду, вот, ну, во-первых, разбираются очень интересные фильмы, которые уже вошли в историю, также покадровые какие-то моменты, в том числе сюжеты, почему они такие, почему они сяки, на самом деле это разбор судьб, то есть для тех, для евреев понятно, что они уже все перечитали Тору и все эти аннотации, да, с комментариями, как это называют, этанах, здесь это вот именно тоже, когда люди не читают больше книг, там очень много лет, потому что все истории известны истории, на самом деле, если вы не иудеи, никакого отношения к еврейскому народу не имеете, эта книга для вас, эта книга, которая разбирает судьбы, из чего они состоят, из чего они складываются, вообще очень, она толстая, но она того стоит, то есть нужно себя пересилить, и еще одна книжка, я обалдела, когда я ее увидела, это у нас уже второй российский автор, да, я там прям, Сергей Золотов, замечательная книга, господи, я так радуюсь, когда русские ребята издают какие-то классные книги, просто, я в восторге, потому что я знаю, как построен литературный бизнес в России, это самое такое, это не Америка, где, или Англия с гонорарами, авторскими правами, здесь все это сложнее, я действительно очень всегда радуюсь, когда вижу какую-то интересную литературу, про эту книгу я рассказывала в открытом уроке, он есть у меня на канале, можно его посмотреть, что здесь интересно вам, на самом деле, вот тоже возвращаясь к теме искусства, я всегда говорю, ешкин кот, если вы посмотрите, вот иконопись, она на самом деле достаточно была садистская, тут были и русалки, расчлененка, и что тут только не было, зачатие, и сексуальность, и многорукость, и жертвенные ноги, руки, то есть вот эта тема расчлененки, и когда люди говорят о том, что современное искусство, оно такое все прямо загадочное, непонятное, нифига, вот, пожалуйста, я вам сейчас женщина-лихорадка, но посмотрите, это абсолютно современная картина, абсолютно, вот она, видите, хотя это иконы, у нас какой век, это господи, Бельгия, написано, находится во Франции, в Париже, в Лувре, 1510 год, на самом деле, если вы просто полистаете эту книгу, у вас будет понимание, ну вот смотрите, да, тоже такое вот все, вы узнаете все эти образы, и вот эта тема, вот, например, сотни на иконах, вот, видно вам, да, вы узнаете очень много интересного, и все вот эти вопросы по поводу, тоже Россия, 12 век, ну, посмотрите, цельное современное искусство, поэтому, ребят, ну, тоже ведь, вот они, видите, ну, тоже как бы визуальные образы, достаточно депрессивные, вановского, скульптура, вот тут, все расчлененочка, 17 век, и далее, ну, тоже у нас, видите, видите, какой он, ноги все, то есть, я говорю, что, читая историю, если вы начинаете вот углубляться, у вас просто не будет вопросов, и серии, что они там творят, эти все мракобесия, не было никакого мракобесия, вот, пожалуйста, это все взято с иконописи, с разных, господи, церквей, да, там и католики, там разные ветви христианства, там, аптист, католики, там достаточно очень все, ну, не сладенько, как вот говорят, ой, мы любим вот этих ангелочков сладеньких, я вам сейчас найду сладеньких ангелочков вокруг, вот, отрубника, ну, даже эти животные, вот, смотрите, ну, сейчас вот я просто не хочу тратить время, да, сильно, ну, смотрите, вот, мюнхен, икона, видите, ну, где тут пустят, все очень, такое, ох, с огоньком, видите, тоже животные расчлененные, одна расчлененка, я не знаю, тут есть и русалки, вон, я-то их видела, ну, я говорю, что, все очень, так, смело, бодро, пухляша говорит, что она тоже согласна, вот одно языком, да, пухляша согласна, и, собственно говоря, вот это расширение кругозора, оно дает огромное количество вам преимущества, не только для, знаете, вот я такая пришла на выставку и начинаю умничать, это все фигня, на самом деле развитие кругозора вам помогает понять одну очень мудрую вещь, которую я недавно поняла и осознала, на самом деле, все, что в жизни происходит, неважно, кризис ли, какой-то хейт, или там, любая какая-то ситуация, она рано или поздно сходит на нее, даже военные действия, у нас вон в Израиле, мы проиграли войну, и, собственно говоря, через какое-то время война снова вернется, и она снова закончится, кризис как начнется, так и закончится, я имею в виду, это вот сильное такое опускание, все равно все начинают всплывать, то же самое с эмоциями, с чувствами, с политкорректностью, то есть, как-то я смотрела передачу, есть такой кинотеатр, по-моему, называется Пионер, и туда привозят шикарные фильмы с субтитрами, они такие документальные, про западных художников, архитекторов, то есть туда отдельно можно ходить, и ты получаешь удовольствие, и они с тобой делятся такой определенной мудростью, которая у меня еще, к сожалению, не всегда вырабатывается, и там девчонки, которые архитекторы, которым сейчас по 100 лет, и одна, ну, они брали интервью, они уже такие вот умудренные, они уже там пожили, они уже посмотрели, и одна из этих девочек говорит, вот она сейчас с преподавателем работает, она говорит, понимаете, я все видела в этой жизни по три раза, я могу ты войну, и войну, и вот эти вот все бунты, и бунты, да, то есть она говорит, действительно все вот настолько повторяющиеся, даже вот эта тема с эпидемиями, вот, пожалуйста, век назад была испанка, была чума, тоже были эпидемии, чумы из-за утечки, кстати, в Екатеринбурге это было, по-моему, там, 60-е или 50-е годы, могу ошибаться, то есть это все было не так давно, просто произошла утечка, и погиб там огромное количество людей, тоже не знали, что делать, потому что там привозили, там, бубомная чума, люди, врачи не видели такого давно, но вот была вот утечка в воду, там, или куда-то, тоже вот мне такой момент недавно рассказали, поэтому я говорю, что главное, чтобы не было войны, потому что там была испанка, потом Первая мировая, Вторая мировая, ну вот сейчас война в Израиле, я думаю, что с этой войной разобраться, и, собственно говоря, и вы туда начинает приходить мудрость и понимание, если вы, например, не художник, пожалуйста, вам будет очень интересно, вот эта книга, долгая, вот такая она, вот прям, вот эта книга, «Думай как шпион про выработку стратегий», ну просто вот оказалось бы, это всё про искусство, и вот эта жизнь по спирали, о том, что в каждом возрасте, каждые семь лет, есть этапы, которые нужно закрывать, иначе ты просядешь. Если вы, ну вот тоже, да, книги, например, интересные, тоже из искусства, тоже я перевожу это для простых людей, пожалуйста, вот сила женщины, да, о том, что женщины всегда сталкивались, и тут прям даже написано, по каким пунктам, там, у меня что, про любовь, да, сегодня, да, вчера, выпустилась на волю, выпустила козла с огорода, вот, и вот эта книга, например, тоже она интересна, как обывателю, о том, что самое главное, даже если ты делаешь херню, просто монотонно делать, и действительно, недаром говорят, что 10 тысяч часов, они все равно, как перерастет, знаете, как из, ну, когда ты много-много, 10 тысяч часов делаешь, ты все равно добьешься результата, просто ты делаешь монотонно, 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 тоже замечательная книжка, полезная всем, да, вот, и про культуру узнать, и как-то, может быть, вдохновиться, но я скучаю просто по Франции очень сильно, и поэтому тоже, да, момент, который вам поможет, не только в творческой профессии, но и просто посмотреть, а какой мир, да, вот, через вот эти все визуальные образы, ну, и самая серьезная, занудная книжка для, чисто для нашей-таки профессии, да, для художников, которые действительно системно, таблицами занудно, вот, знаете, как по графику, да, рецепты такие, как инструкция Икеи, берете вот это, делаете вот это, делать вот так, вот так, вот так, вообще замечательно, и, кстати, тоже вот, недавно слышала такую замечательную фразу, когда говорят, ой, вот этот там музыкант начал работать с Леди Гагой, вот у него, он прям такой удачливый, там, еще что такое, что такое удача, это тоже вот из еврейской темы, это огромная, это толстая попа, на самом деле, толстющая такая, что это символизирует, нет таланта, бери попой, да, вот даже бабушка мне всегда в детстве говорила, что нет таланта, бери попой, вот садишься и делаешь, 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 будет результат, и, например, тоже есть такая секретная еврейская мудрость, просто тоже подобно скучаю, о том, что, в чем магия евреев это трудолюбие учеба и бесконечное трудолюбие посмотрите даже есть такой анекдот еврей умирает попадает ну там кажется с гульскими замашками ну как бы ладно попадает в перед ну как его должны распределять в ад или в рай ну там ты вот грешил там короче под тем количеством событий которые ты творил в жизни там изменял там этом и махинации какие-то проводил мы тебя отправляем в ад ну и он значит идет его уведут по коридору тут типа от для католиков 10 для христиан для баптистов там еще там для кого-то ну и пишут а для иудеев он заходит к нему подъезжает таких кошерный парень на квадроцикле там начаться цветущий это от ну да за 70 лет пришлось многое изменить в так что все в наших руках и главное желаю толстой попы с вами была ленис марагдова не забывайте ставить лайк подписываться лайк дизлайк ну что-то там ставьте чтобы задавайте вопросы я вас очень люблю и все-таки если мы наберем тысячу подписчиков в этом этим летом 21 года я начну делать монтаж потому что пока это у меня такой вот экспериментальный пока пока тысячу не наберу буду вот так вот перед зеркальной камере я вас целую